Антон Павлович Чехов. На мельнице. Читает Геннадий Постригаева. Мельник Алексей Бирюков, здоровенный коренастый мужчина средних лет, фигурой и лицом похожий на тех топорных, толстокожих и тяжело ступающих матросов, которые снятся детям после чтения Жуля Верна, сидел у порога своей хижины и лениво сосал потухшую трубку. На этот раз он был в серых штанах из грубого солдатского сукна, в больших тяжелых сапогах, но без сюртука и без шапки, хотя на дворе стояла настоящая осень, сырая и холодная. Сквозь расстегнутую жилетку свободно проникала сырая мгла, но большое, черствое, как мозоль тела мельника, по-видимому, не ощущало холода. Красное мясистое лицо его по обыкновению было апатично и дрябло точно с просонок. Маленькие заплывшие глазки угрюмо из-под лобья глядели по сторонам то на плотину, то на два сарая с навесами, то на старые неуклюжие ветлы. Около сараев суетились два только что приехавших монастырских монаха. Один Клеопа, высокий и седой старик в обрызганной грязью рясе и в латаной скуфейке, другой Деодор, чернобородый и смуглый, по-видимому, грузин родом в обыкновенном мужицком тулупе. Они снимали с телег мешки с рожью, привезенные ими для помола. Несколько поодаль от них на темной грязной траве сидел работник Евсей, молодой безусый парень в рваном кургузом тулупе и совершенно пьяный. Он мял в руках рыболовную сеть и делал вид, что подчиняет ее. Мельник долго водил глазами и молчал. Потом уставился на монахов, таскавших мешки, и проговорил густым басом. — Вы, монахи, зачем это в реке рыбу ловите? Кто вам дозволил? Монахи ничего не ответили и даже не взглянули на мельника. Тот помолчал, закурил трубку и продолжал. — Сами ловите, да еще посадским мещанам дозволяете. Я в посаде и у вас реку на откуп взял, деньги вам плачу. Стал быть, рыба моя, и никто не имеет полного права ловить ее. Богу молитесь, а воровать за грех не считайте. Мельник зевнул, помолчал и продолжал ворчать. — Ишь ты, какую моду взяли! Думают, что как монахи в святые записались, так на них и управы нет. Возьму вот и подам мировому. Мировой не поглядит на твою рясу, насидишься ты у него в холодной. А то и сам без мирового справлюсь. Попаду на реке и так шею накостыляю, что до страшного суда рыбы не захочешь. — Напрасно вы такие слова говорите, Алексей Дорофеич, — проговорил Клеопа тихим кинорком. — Добрые люди, которые бога боятся, таких слов собаки не говорят, а ведь мы монахи. — Монахи! — передразнил Мельник. — Тебе понадобилась рыба, да? Так ты купи у меня, а не воруй. — Господи, да и не что мы воруем, — поморщился Клеопа. — Зачем такие слова? Наши послушники ловили рыбу, это точно. Но ведь на это они от отца Архимандрита дозволение имели. — Отец Архимандрит так рассуждают, что деньги взяты с вас не за всю реку, а только за то, чтобы вы на нашем берегу имели право сети ставить. Река не вся вам дадена. Она не ваша и не наша, а божья. — И Архимандрит такой же, как ты, — проворчал Мельник, стуча трубкой по сапогу. — Любит обшить тоже, а я разбирать не стану. Для меня Архимандрит все равно, что ты или вот Евсей. Попаду его на реке, так и ему влетит. — А что вы собираетесь бить монахов, так это как вам угодно. Для нас же на том свете лучше будет. Вы уже били Виссариона и Антипия, так бейте и других. — Замолчи, не трогай его, — проговорил Деодор, дергая Клеопа за рукав. Клеопас похватился, умолк и стал таскать мешки. Мельник же продолжал брониться. Ворчал он лениво, посасывая после каждой фразы трубку и сплевывая. Когда иссяк рыбный вопрос, он вспомнил о каких-то его собственных двух мешках, которые якобы зажулили когда-то монахи, и стал брониться из-за мешков. Потом, заметив, что Евсей пьян и не работает, он оставил в покое монахов и набросился на работника, оглашая воздух отборную отвратительную руганью. Монахи сначала крепились и только громко вздыхали. Но скоро Клеопа не вынес. Он всплеснул руками и произнес плачущим голосом. — Владыка святый, нет для меня тягостнее послушания, как на мельницу ездить. — Сущий ад, ад, истинно ад. — А ты не езди, — огрызнулся мельник. — Царица небесная, рады бы сюда не ездить, да где же нам другую мельницу-то взять? Сам посуди, кроме тебя тут в окружности ни одной мельницы нет. Просто хоть из голоду помирай или немолотое зерно кушай. Мельник не унимался и продолжал сыпать во все стороны ругань. Видно было, что ворчание и ругань составляли для него такую же привычку, как сосание трубки. — Хоть ты нечистого не поминай, — умолял Клеопа, оторопело мигая глазами. — Ну, помолчи, сделай милость. Скоро мельник умолк, но не потому, что его умолял Клеопа. На плотине показалась какая-то старуха, маленькая, кругленькая, с добродушным лицом, в каком-то странном полосатом салопике, похожем на спинку жука. Она несла небольшой узелок и подпиралась маленькой палочкой. — Здравствуйте, батюшки! — зашепеля вела она, низко кланяясь монахам. — Помогай, Бог! Здравствуй, Алешенька! Здравствуй, Евсеюшка! — Здравствуйте, маменька! — пробормотал мельник, не глядя на старуху и хмурясь. — А я к тебе в гости, батюшка мой! — сказала она, улыбаясь и нежно заглядывая в лицо мельника. — Давно не видала. Почитай, с самого успеньего дня не видались. Рад, не рад, а уж принимай. А ты словно похудел будто. — Старушонка уселась рядом с мельником, и около этого громадного человека ее салопик стал еще более походить на жука. — И да, с успеньего дня, — продолжала она. — Соскучилась, вся душа по тебе выболела, сыночек. А как соберусь к тебе, то или дождь пойдет, или заболею. — Сейчас вы из посада? — угрюмо спросил мельник. — Из посада, и прямо из дому. — При ваших болезнях и при такой комплекции вам дома сидеть нужно, а не по гостям ходить. Ну, зачем вы пришли? Башмаков не жалко. — Поглядеть на тебя пришла. Их у меня сынов-то двое. — обратилась она к монахам. — И этот, да еще Василий, и что в посаде? Двоечка. Им-то все равно, жива я или померла. А ведь они-то у меня родные, утешение. Они без меня могут, а я без них, кажется, и дня бы не прожила. Только вот батюшке стара стала, а ходить к нему из посада тяжело. Наступило молчание. Монахи снесли в сарай последний мешок и сели на телегу отдыхать. Пьяный Евсей все еще мял в руках сеть и клевал носом. — Не вовремя пришли, маменька, — сказал мельник. — Сейчас мне в Коряжино ехать нужно. — Езжай с Богом, — вздохнула старуха. — И не бросать же из меня дело. Я отдохну часик и пойду назад. Тебе, Алешенька, кланяется Вася с детками. — Все еще водка трескает. — Ну, не то, чтобы уж очень пьет. Нечего греха таить пьет. Много пить, сам знаешь, не на что. Так вот, разве иной раз добрые люди поднесут? Плохое его житье, Алешенька. Намучилась я на него глядячи. Есть нечего. Детки оборванные. Сам он на улицу стыдно глаза показать. Все штаны в дырках и сапогов нет. Все мы вшестером в одной комнате спим. Такая бедность, такая бедность, Что горчее и придумать нельзя. С тем к тебе и шла, Чтобы на бедность попросить. Ты, Алешенька, уж уважь старуху, Помоги Василию, брат ведь. Мельник молчал и глядел в сторону. — Он бедный. А ты, слава тебе, Господи, Мельница у тебя своя, И огороды держишь, и рыбой торгуешь. Тебя Господь и умудрил, И возвеличил, супротив всех, И насытил. И одинокий ты. А у Васи четверо детей, И я на его шее живу окаянное, А жалованье-то всего он семь рублев получает. Ну, где же ему прокормить всех? Ты помоги уж. Мельник молчал и старательно набивал свою трубку. — Даш? — спросила старуха. Мельник молчал, Точно воды в рот набрал. Не дождавшись ответа, Старуха вздохнула, Обвела глазами монахов, Евсея встала и сказала. — Ну, Бог с тобой, не давай. Я и знала, что не дашь. Пришла я к тебе больше Из-за Назара Андреевича. Плачет уж очень Алешенька. Руки мне целовал И все просил меня, Чтоб я сходила к тебе И упросила. — Чего ему? — И просит, Чтоб ты ему долг отдал. Отвез, говорит, Я ему рожь для помолу, А он назад и не отдал. — Не ваше дело, маменька, В чужие дела мешаться, Проворчал Мельник. — Ваше дело Богу молиться. — Я и молюсь, Да уж что-то Бог-то Моих молитв не слушает. — Василий нищий, Сама я побираюсь И в чужом салопе хожу. Ты хорошо живешь, Но Бог тебя знает, Какая душа у тебя. Ох, Алешенька, Испортили тебя Глаза завистливые. Всем ты у меня хорош, И умен, и красавец, И из купцов купец, Но не похож ты На настоящего человека. Неприветливый И никогда и не улыбнешься, Доброго слова не скажешь, Немилостивый, Словно зверь какой. Ишь, какое лицо! А что народ Про тебя рассказывает, Горе ты мое? Спроси-ка вот, батюшек. Врут, будто ты народ Сосешь, насильничаешь, Со своими разбойниками-работниками, По ночам прохожих грабишь, Да коней воруешь. Твоя мельница, Словно место какое проклятое, И девки, и ребята Близко боятся подходить, И всякая тварь тебя сторонится. Нет тебе другого прозвания, Окромя, как Каин и Ирод. Глупые вы, маменька! Куда не ступишь, Трава не растет, Куда не дыхнешь, Мух не летает. Только и слышу я, Ах, хоть бы его скорее Кто убил или засудили. Каково-то матери Слушать все это. Каково? Ведь ты мне родное дитя, Кровь моя. Одначе мне ехать пора. Проговорил мельник, поднимаясь. Прощайте, маменька. Мельник выкатил из старая дроги, Вывел лошадь И, втолкнув ее, Как собачонку между оглобель, Начал запрягать. Старуха ходила возле него, Заглядывала ему в лицо И слезливо моргала. Ну, прощай, Сказала она, Когда сын ее стал быстро Натягивать на себя кафтан. Оставайся тут с Богом, Да и не забывай нас. Постой, Я тебе гостинца дам. Забормотала она, Понизив голос и развязывая узел. Вчера была у дьяконницы, И там угощали. Так вот я для тебя спрятала. И старуха протянула к сыну руку С небольшим мятным пряником. — Отстаньте вы! — крикнул мельник И отстранил ее руку. Старуха сконфузилась, Уронила пряник И тихо поплелась к плотине. Сцена эта произвела Тяжелое впечатление. Не говоря уж о монахах, Которые вскрикнули и в ужасе Развели руками, Даже пьяный Евсей окаменел И испуганно уставился На своего хозяина. Понял ли мельник Выражение лиц монахов и работника, Или, может, в груди его Шевельнулось давно уже уснувшее чувство, Но только и на его лице Мелькнуло что-то вроде испуга. — Маменька! — крикнул он. Старуха вздрогнула и оглянулась. Мельник торопливо полез в карман И достал оттуда большой кожаный кошелек. — Вот вам! — пробормотал он, Вытаскивая из кошелька комок, Состоящий из бумажек и серебра. — Берите! Он покрутил в руке этот комок, Помял, Для чего-то оглянулся на монахов, Потом опять помял. Бумажки и серебряные деньги, Скользя меж пальцев, Друг за дружкой, Падали обратно в кошелек, И в руке остался один только двугривенный. Мельник оглядел его, Потер между пальцами И, крякнув по багровев, Подал его матери. Розовый чулок Пасмурный дождливый день, Небо надолго заволокло тучами, И дождю конца не предвидится. На дворе слякоть, лужи, Мокрые галки, А в комнатах сумерки И такой холод, Что хоть печь топи. Иван Петрович Сомов Иван Петрович Сомов Шагает по своему кабинету Из угла в угол И ворчит на погоду. Дождливые слезы на окнах И комнатные сумерки Нагоняют на него тоску. Ему невыносимо скучно, А убить время нечем. Газет еще не привозили, На охоту идти нет, Никакой возможности Обедать еще не скоро. В кабинете Сомов не один. За его письменным столом Сидит мадам Сомова, Маленькая, хорошенькая дамочка В легкой блузке и розовых чулочках. Она усердно строчит письмо. Проходя мимо нее, Шагающий Иван Петрович Всякий раз засматривает Через ее плечо написание. Он видит крупные хромающие буквы, Узкие и тощие, С невозможными хвостами И закорючками. Клякс, помарок И следов от пальцев Многое множество. Переносов мадам Сомова не любит, И каждая строка ее, Дойдя до края листка, Со страшными корчами Водопадом падает вниз. Лидочка, кому это ты так много пишешь? Спрашивает Сомов, Видя, как его жена Начинает строчить по шестому листку. К сестре, Варе. А, длинно. Дай-ка скуки ради почитать. Возьми, читай. Только тут нет Ничего интересного. Сомов берет Исписанные листки И, продолжая шагать, Принимается за чтение. Лидочка облокачивается О спинку кресла И следит за выражением Его лица. После первой же странички Лицо его вытягивается И выражает что-то похожее На оторопь. На третьей страничке Сомов морщится И медленно чешет затылок. На четвертой он останавливается, Пугливо взглядывает на жену И задумывается. Немного подумав, Он со вздохом Опять принимается за чтение. Лицо его выражает недоумение И даже испуг. Нет, это невозможно, Бормочет он, кончив чтение И швыряя листки на стол. Решительно невозможно. Что такое? Пугается Лидочка. Что такое? Исписала шесть страничек, Потратила на писание Битых два часа И хоть бы тебе что, Хоть бы одна мыслишка. Читаешь, читаешь, И какое-то затмение находит, Словно на чайных ящиках Китайскую тарабарщину разбираешь. Ух! Да, это правда, Ваня, Говорит Лидочка краснея. Я небрежно писала. Кой черт небрежно! В небрежном письме Смысл и лад есть, Есть содержание. А у тебя, извини, Даже название подобрать не могу, Сплошная билиберда. Слова и фразы, А содержание немалейшего. Все твое письмо похоже Точь в точь на разговор Двух мальчишек. А у нас блины нони, А к нам солдат пришел. Мочалу жуешь, Тянешь, повторяешься, Мысленки прыгают, Как черти в решете. Не разберешь, Где что начинается, Где что кончается. Ну, можно ли так? Если бы я со вниманием писала, Оправдывается Лидочка, Тогда бы не было ошибок. Ах, об ошибках я уж и не говорю, Кричит бедная грамматика, Что ни строка, То личное для нее оскорбление, Ни точек, ни запятых, А ять, брррр, Земля пишется не через ять, А через е, А почерк. Это не почерк, а отчаяние. Не шутя, говорю, Лида, Меня и изумило, И поразило это твое письмо. Ты уж не сердись, голубчик, Но я ей-богу не думал, Что ты в грамматике Такая сапожница. А между тем ты по своему положению Принадлежишь к образованному, Интеллигентному кругу. Ты жена университетского человека, Дочь генерала. Послушай, ты училась где-нибудь? А как же, я в пансионе, Фон мепки кончила. Сомов пожимает плечами И, вздохнув, продолжает шагать. Лидочка, сознавая свое невежество И стыдясь, тоже вздыхает И потупляет глазки. Минут десять проходит в молчании. — Послушай, Лидочка, Ведь это, в сущности, ужасно, Говорит Сомов, Вдруг останавливаясь перед женой И с ужасом глядя на ее лицо. — Ведь ты мать, понимаешь? Мать! Как же ты будешь детей учить, Если сама ничего не знаешь? Мозг у тебя хороший, Но что толку в нем, Если он не усвоил себе Даже элементарных знаний? Ну, плевать на знания, Знания дети и в школе получат, Но ведь ты по части морали хромаешь. Ты ведь иногда такое ляпнешь, Что уши вянут. Сомов опять пожимает плечами, Запахивается в полы халата И продолжает шагать. Ему и досадно, и обидно, И в то же время жаль Лидочку, Которая не протестует, А только глазами моргает. Обоим тяжело и горько. Оба и не замечают за горем, Как бежит время И приближается час обеда. Садясь обедать, Сомов, любящий поесть вкусно и покойно, Выпивает большую рюмку водки И начинает разговор на другую тему. Лидочка слушает его, Поддакивает, Но вдруг во время супа Глаза ее наливаются слезами, И она начинает хныкать. Это мать виновата, Говорит она, Вытирая слезы салфеткой. Все советовали ей отдать меня в гимназию, А из гимназии я, наверное, Бы пошла на курсы. На курсы, в гимназию, Бормочет Сомов. Это уж крайности, матушка. Что хорошего быть синим чулком? Синий чулок, Черт знает что. Не женщина и не мужчина, А так, Середка на половине, Не то, не сё. Ненавижу синих чулков, Никогда бы не женился на ученой. — Тебя не разберешь, Говорит Лидочка. Сердишься, что я не ученая, И в то же время ненавидишь ученых. Обижаешься, что у меня мыслей нет в письме, А сам против того, чтобы я училась. — Ну, ты к фразе придираешься, милочка, Зевает Сомов, Наливая себе от скуки вторую рюмку. Под влиянием выпитой водки и сытного обеда Сомов становится веселей, добрее и мягче. Он глядит, как его хорошенькая жена С озабоченным лицом приготовляет салат, И на него набегает порыв женолюбия, Снисходительность и всепрощение. — Напрасно я ее, бедняжку, обескуражил сегодня, — Думает он. — Зачем я наговорил ей столько жалких слов? — Она, правда, глупенькая у меня, Нецивилизованная, узенькая, Но ведь медаль имеет две стороны, И аудиатор — это альтера пасс. Быть может, тысячу раз правы те, Которые говорят, что женское недомыслие Зиждется на призвании женском. Призвана она, положим, Мужа любить, детей родить и салат резать. Так на кой черт ей знание? — Конечно. Вспоминается ему при этом, Как умные женщины вообще тяжелы, Как они требовательны, Строги и неуступчивы, И как, напротив, легко жить С глупенькой Лидочкой, Которая ни во что не суется, Многого не понимает и не лезет с критикой. С Лидочкой и покойна, И не рискуешь нарваться на контроль. — Бог с ними, С этими умными и учеными женщинами, С простенькими лучше и спокойнее живется, — Думает он, Принимая от Лидочки тарелку с цыпленком. Вспоминает он, Что у цивилизованного мужчины Иногда появляется желание Поболтать и поделиться мыслями С умной и ученой женщиной. — Ну что ж, — думает Сомов, Захочется поболтать об умном, Пойду к Наталье Андреевне Или к Марье Францевне. Очень просто. ГОСТЬ Замолкли птичек, Хоры И прилегли стада. Жена Зельтерского Давно уже пошла спать, Прислуга тоже спала, Вся живность уснула. Одному только Зельтерскому Нельзя было идти в спальню, Хотя на его веках И висела трехпудовая тяжесть. Дело в том, Что у него сидел гость, Сосед по даче, Отставной полковник Перегарин. Как пришел он после обеда И как сел на диван, Так с той поры Ни разу не поднимался, Словно прилип. Он сидел И хриплым гнусавым голосом Рассказывал, Как в 1842 году В городе Кременчуге Его бешеная собака укусила. Рассказал И опять начал снова. Зельтерский был в отчаянии, Чего он только не делал, Чтобы выжить гостя. Он то и дело Посматривал на часы, Говорил, что у него голова болит, То и дело выходил из комнаты, Где сидел гость, Но ничто не помогало. Гость не понимал И продолжал Про бешеную собаку. Этот старый хрыч До утра просидит, Злился Зельтерский. Такая дубина! Ну уж, если он не понимает Обыкновенных намеков, То придется пустить в ход Более грубые приемы. Послушайте, Сказал он вслух, Знаете, чем мне нравится Дачная жизнь? Чем-с? Тем, что здесь Можно жизнь регулировать. В городе трудно держаться Какого-нибудь определенного режима. Здесь же наоборот. В девять мы встаем, В три обедаем, В десять ужинаем, В двенадцать спим. В двенадцать я всегда в постели. Храни меня, Бог, Лечь позже, Не отделаться на другой день От мигрени. Скажите, Кто как привык, Это действительно. Был у меня, знаете ли, Один знакомый, Некто Клюшкин, Штабс-капитан. Познакомился я с ним В Сербхове. Ну-с, так вот Этот самый Клюшкин. И полковник, Заикаясь, Причмокивая И жестикулируя Жирными пальцами, Начал рассказывать Про Клюшкина. Пробило двенадцать, Часовую стрелку Потянуло к половине первого, А он все рассказывал. Зелькерского бросило в пот. Не понимает, Глуп, Злился он. Неужели он думает, Что своим посещением Доставляет мне удовольствие? Но как его выжить? Послушайте, Перебил он полковника, Что мне делать? У меня ужасно болит горло. Черт, Меня дернул Зайти сегодня утром К одному знакомому, У которого Ребенок лежит в дифтерите. Вероятно, Я заразился. Да, Чувствую, Что заразился. У меня дифтерит. Случается, Невозмутимо прогнусавил Перегарин. Болезнь опасная. Мало того, Что я сам болен, Но могу еще и других заразить. Болезнь В высшей степени Прилипчивая. Как бы мне вас не заразить, Парфейни Савич? Меня-то? Хе-хе-хе-хе-хе-хе. В тефозных госпиталях Жевал, Не заражался, А у вас вдруг Заражусь. Хе-хе-хе-хе-хе. Меня, Батенька, Старую кочерыжку, Никакая болезнь не возьмет. Старики живучи. Был у нас в бригаде Один старенький старичок, Подполковник Требьен, Французского происхождения. Ну-с, так вот этот Требьен... И Перегарин начал рассказывать О живучести Требьена. Часы пробили половину первого. — Виноват, я вас перебью, Парфейни Савич, Простонал Зельтерский. Вы в котором часу ложитесь спать? — Когда в два, Когда в три, А бывает так, Что я и вовсе не ложусь. — Ха-ха-ха-ха. Особливо, ежели В хорошей компании просидишь, Или ревматизм разгуляется. Сегодня, например, Я часа в четыре лягу, Потому до обеда выспался. Я в состоянии Вовсе не спать. На войне мы По целым неделям не ложились. Был такой случай. Стояли мы Под Ахалцихом. Виноват. А вот я так всегда В двенадцать ложусь. Стою я в девять часов, Так что по неволе Приходится ложиться раньше. — Это, конечно. Раньше вставать И для здоровья хорошо. — Ну, так вот. Стоим мы Под Ахалцихом. Черт знает что. Знобит меня. В жар бросает. Всегда я так У меня перед припадком бывает. Надо вам сказать, Что со мной случаются иногда Странные нервные припадки. Часу я так В первом ночи. Днем припадков не бывает. Вдруг в голове Начинается шум. Такой Я теряю сознание, Вскакиваю И начинаю бросать В домашних Чем попало. Попадется под руку Нож, я ножом, Стул, так я стулом. Сейчас Знобит меня. Вероятно, Перед припадком. Всегда Знобом начинается. — Ишь ты! А вы бы Полечились бы? Лечился. Не помогает. Ограничиваюсь Только тем, Что за недолго До припадка Предупреждаю Знакомых И домашних, Чтобы уходили. А лечение Давно уже бросил. Да, Каких только На свете Нет болезней. И чума, И холера, И припадки Разные. Полковник Покачал головой И задумался. Наступило молчание. — Почитаю-ка я ему Своё произведение, Надумал Зельтерский. Там у меня Где-то роман Валяется. В гимназии Ещё писал. — Авось Службу Сослужит. — А, кстати, Перебил Зельтерский Размышления Перегарина. — А не Хотите ли вы Я Почитаю вам Своё сочинение? На досуге Как-то Состряпал. Роман В пяти частях С прологом И эпилогом. И, Не дожидаясь Ответа, Зельтерский Вскочил И вытащил Из стола Старую Заржавленную Рукопись, На которой Крупными буквами Было написано Мёртвая Зыбь Роман В пяти частях Теперь, Наверное, Уйдёт, Мечтал Зельтерский Перелистывая Грехи Своей Юности. Буду Читать Ему До тех Пор, Пока Не Взвоет. Ну, Слушайте, Парфин Исавич, С удовольствием, Я Люблюсь. Зельтерский Начал. Полковник Положил Ногу На ногу, Поудобнее Уселся И Сделал Серьёзное Лицо. Очевидно, Приготовился Слушать Долго И Добросовестно. Чтец Начал С описания Природы. Когда Часы Пробили Час, Природа Уступила Своё Место Описанию Замка, В котором Жил Герой Романа Граф Валентин Бленский. — Ох-ох-ох, Пожить бы В этом Замке, Вздохнул Перегарин. — И Как Хорошо Написано, Век Бы Сидел Да Слушал. — Уже Погоди, Подумал Зелькерский, Взвоешь. В половину Второго Замок Уступил Своё Место Красивой Наружности Героя. Ровно Вдва Чтец С тихим Любви Любви — Хочется мне попросить вас об одном маленьком одолжении. Дело в том, что в последнее время, живя здесь на даче, я ужасно истратился. Денег нет ни копейки, а между тем в конце августа мне предстоит получка. — Однако я у вас засиделся, — пропыхтел Перегарин, ища глазами фуражки. — Уже третий час. Так вы о чем же... — Хотелось бы у кого-нибудь взять взаймы, рублей двести, триста. Не знаете ли вы такого человечка? — Где ж мне знать? Однако вам бай-бай пора. Будемте здоровы, супруги вашей. Полковник взял фуражку и сделал шаг к двери. — Куда же вы? — заторжествовал Зельтерский. — А мне хотелось вас попросить. Зная вашу доброту, я надеялся... — Завтра, завтра. А теперь к жене марш. Чай заждалась друга сердешного. — Прощайте, ангел. Спать, спать. Перегарин быстро пожал Зельтерскому руку, надел фуражку и вышел. Хозяин торжествовал. Предлагаю услуги по выполнению следующих работ. Укладки ламината, изготовлению и установки подиума с выдвижной кроватью, утеплению и отделке лоджий, установки перегородок из гипсокартона с пеналом для двери купе, монтажу стен и потолков из гипсокартона, отделки вагонкой, панелями ПВХ, установки подвесных потолков. Обращаться по телефону 8903-689-3623 Геннадий Анатольевич Корректор А.Кулакова Продолжение следует...